дорогие друзья продолжаю свой показ винтажных новинок с рынка эти четыре тарелочки я купила на одном из последних рынков я собираю сервис оберне это французская мануфактура саргеминс очень известная старинная сервис этот принадлежит периоду 50-х годов стиль арт-деко вот такая роспись постоянная на бордюре тарелочки и каждого изделия и это сюжет зимний зим дома под снегом эльзаские мотивы и таких тарелочки я купила 3 и сейчас покажу еще одно было всего два сюжета это уже летняя тарелочка и здесь мы видим сцену из эльзасской жизни очень такие декоративные сюжеты подпись художника и постоянная роспись по бордюру гирлянды цветов тарелочки абсолютно новые без всяких помарочек я собираю этот сервис вдохновилась сервизом талы из франции сожалению того что-то у нас не выходит в эфир вот она собрала тоже этот сервис но у меня вот все тарелочки по пока попадаются новые очень красивые декоративные у меня уже есть десертные тарелки 2 чайных чашки и масленка масленка да очень дорогой сервис и купить его по дешевой цене это просто мечта каждая тарелочка такая 24 сантиметра досталось мне по 6 евро за штуку 6 евро за штуку очень красивая сервис очень дорогой здесь попалась вазочка вот такая декоративная тоже у меня с любимыми моими травками вот хочу сказать что вот эти тарелочки понравились тоже моей подруги поэтому я сейчас покупаю еще и для нее сейчас вы посмотрите фотографии с сайта по продаже и посмотрите на цену сколько стоит такая посуда следующая находка вот такая винтажная ваза из стекла гофрированная поверхность высокая 20 сантиметров для больших букетов отлично не смотрятся ветки сухоцвет и другие цветы есть пузырьки если сейчас найду в общем она формированная то есть у нее есть шов тоже это признак винтажности большое в нее отверстие горлышко изумительная ваза и очень красиво она играет красками когда солнечный свет или вечернее освещение попробую и показать на солнечном освещении вот швы у нее пузырьки думаю что она тоже из пятидесятых шестидесятых очень тяжелая она неудобно ее держать показывать ее по-другому никак не получается такая красавица опять ее заметила моя подруга я купила вазу ей и еще была еще одна была в общем их было две вазы и я купила себе такую же этот комплект посуды мне так понравился что я не раздумывая сразу его взяла в секонд-хэнди сервиз состоит из семи троечек раз два три 4 5 6 7 и к сожалению не хватает одной чашечки так было бы восемь троечек посмотрите какая эта красота черника я впервые вижу декор с черникой мануфактура winterlink современная так думаю потому что клеймо такое мне ни разу не встречалось или это воссоздание старого сервиза потому что это еще марк плейтин то есть начальная стадия производства посуды марк плейтин и в общем вот такая красота сочетание желтого с голубым синим причем цвета такие не не очень яркие я люблю когда желтый вот в такой гамме посмотрите какая это чудесная чашечка очень удобная в использовании ручка красивая ёбочка белоснежный фарфор и вот перед вами тарелочка с блюдцом мне кажется он настолько великолепные для летних чаепитий я вообще уже сервизы не покупаю у меня их много но из каждого хочется иметь хотя бы по одной две пары или тройки поэтому я с удовольствием купила такой вы могли видеть его уже в коротких роликах шорцах потому что я его уже показывала мне кажется он такой нежный элегантный красивый волнистый край на блюдце и на тарелочке замечательные далее покажу вам еще две находки с последнего рынка который был в прошедшую субботу вы видели там вот такой сливочник молочного цвета безупречным декором шиповника очень нежные веточки мне так понравилась форма и сам декор и цена у него было 3 евро это очень дешево для такой посуды я купила его у этого же продавца что и тарелочку в предыдущем ролике и это хайнрих хайнрих это мануфактура уже при принадлежит велеро и бог поэтому я люблю эту посуду и всегда покупаю ну и сама форма сливочника очень интересная да приятная такая скорее всего это молочник так сейчас посмотрю что здесь внизу написано слово какое написано анмет не знаю что это это может быть место и буква печатная f стоит в общем интересное клеймо я таких еще не видела с такими надписями но к сожалению еще пока не посмотрела и вот такая вот бомбоньерка шкатулочка какая форму и и чудесная здесь уже розы розы или даже нет это тоже шиповник смотрите какая красота и мне кажется не очень-очень подходят друг другу одинакового цвета шкатулочка мне понравилось очень своим дизайном формой это у нас англия у это даже не англия ошиблась это лимош лимош французский то есть мануфактура очень-очень известная и достойная купила за 7 евро лимош продается очень дорого и встретить такую чудесную находку для меня было неожиданностью такая красотка и вот так они выглядят вместе на сегодня это все находки которые я хотела вам показать благодарю всех кто посмотрел первую часть находок опубликованную три дня назад и вот эти замечательные новинки с рынка показаны во второй части и хочу вам сказать что первых по находке из первой части все отправятся в россию потому что они куплены на заказ вот но эта красота останется со мной всего вам доброго дорогие друзья благодарю вас за внимание за просмотры за комментарии еще хочу сделать заявление объявление вернее что сейчас я дублирую ролики свои на яндекс дзен некоторые спрашивали подписчики у меня поэтому ссылка всегда сейчас стоит закрепленном комментарии переходите по ссылке подписывайтесь кому интересен мой канал потому что тоже проблемы у нас с ютубом хотя в германии не должно быть по идее таких таких проблем но у меня проблемы с интернетом всегда были поэтому на яндекс дзен проще загрузить на яндексе канал у меня давно уже параллельно я вела потом какое-то время не загружала туда ролики и сейчас возобновила просто загрузки поэтому буду очень рада всем кто присоединится ко мне в яндексе на youtube стало проблематично мне заходить даже комментарии читать на чьи-то комментарии отвечать и постоянно загрузка идет крутится крутится в общем это все действует на нервы поэтому яндексе загружается без проблем еще у меня есть канал в инстаграме и в телеграме но в телеграме мне пока что-то не очень нравится поэтому я с удовольствием загружаю на youtube там не только видео там шорты там посты различные мои фотографии статьи и не только по сути моих моем рукоделии просто о природе а камчатке которые я очень люблю на которой мы жили и мне она дорога дорогая так камчатка поэтому все ролики которые мне нравятся я туда загружаю вот на этом я заканчиваю свой обзор и желаю вам оставаться здоровыми прекрасной теплой осени всего самого наилучшего чтобы Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...